по вопросам содействия международному развитию, предпринята попытка интерпретации происходящих в настоящее время в мировой экономике событий. Как вы думаете, как же это сделано? В принципе, подходы те же самые. Содержание в целом не носит полезные нагрузки или какие-то инновации для диалога, который ведет в Рагове ООН по вопросам устойчивого развития. Одновременно доклад ожидаемо содержит ложную трактовку причин и следствия ситуации на Украине и вокруг нее. В нем намеренно замалчивается природа, происходящего в этой стране. Несправедливо возлагая на Россию вину за положение дел, авторы обходят молчанием введения односторонних принудительных мер, широко применяемых западными странами против нас. И не называют вещи своими словами. Они не говорят о том, что это нелегитимные незаконные санкции. Они не говорят о том, к чему они привели. Они не говорят о последствиях в виде искусственных нарушений глобальных цепочек производства, сбыта, логистики. Они не говорят о пагубном характере влияния на Украину действий США и их сателлитов по привитию соответствующих культурно-политических ценностей, которые привели к острейшему внутриполитическому кризису, госперевороту, который спонсировал Запад, вооруженному противостоянию с русскоязычным населением. Ни о чем таком они не говорят. Указанный документ на основе извращенных фактов и абсолютно вывернутый, как-то, я даже не знаю, шиворот на выворот истории, почти одной из целей преследует расширение круга стран, присоединившихся к западной незаконной санкционной политике. Вместе с этим одним из выводов доклада является, в общем-то, постулат, с которым можно согласиться. Мы также считаем незаменимой повестку дня в области устойчивого развития на период до 30-го года, предполагающую, теперь внимание, консолидацию политических и экономических потенциалов стран мира для устранения перекосов в финансовой и технологической сферах, преодоления дискриминации и ликвидации бедности. Только есть важный нюанс. Нужно проанализировать роль стран коллективного Запада в усугублении всех вышеперечисленных проблем. Теперь о Балканах. Речь идет об очередном ударе по устоявшейся практике проведения голосования среди сербов под эгидой миссии ОБСЕ в Косово. США и ЕС, которые на каждом шагу выступают поборниками пресловодных демократических стандартов, в данном случае закрывают глаза на нарушение базовых прав косовских сербов. Они просто не хотят связываться со своими подопечными ксоварами, а это, в свою очередь, поощряет их к агрессивной, подталкивает к еще более агрессивной сербофобии. Двойные стандарты Запада, вы скажете, отсутствие стандартов в принципе, отвечу я. И еще балканская проблематика. Мы обратили внимание на недавнее турне генсека НАТО Стотенберга на Балканы, но состоялось с 19 по 22 ноября. Поездка стала черным свидетельством деструктивного курса Североатлантического блока, направленного на усиление затягивания стран региона, туда, внутрь этой структуры, тех стран, которые пока остаются вне пределов Альянса. Пребывание Стотенберга в Боснии и Герцеговине в Сербии носило явно провокационный характер. Он пытался вклиниться во внутренние дела Боснии и Герцеговины, форсировать сближение этого государства с евроатлантическими структурами. Наполисто предлагал наращивать сотрудничество Белграду, несмотря на нейтральный статус Сербии, обвинял Россию во всех грехах, подавал дело так, что они ведут работу по распространению. Адресуя этот тезис нам дезинформацией и расшатыванию ситуации на Балканах, ну, собственно, ничего нового, а на самом деле пересказ того, чем они занимаются сами. Это традиционные приемы представителей Альянса по запугиванию своих партнеров, запугиванию России или мнимыми угрозами, которые от нас исходят. За это много вопросов заявлений Стотенберга о готовности Блока, как он сказал, создать безопасные условия для всех людей в Косово, как это определено резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, и предприняты для этого шаги по увеличению численности сил для Косово. Неизвестно ни одного факта, когда бы натовский контингент защитил сербов от беспредела, представителей причинских властей, от их агрессивных действий на севере края. Мы исходим из того, что НАТО должна прекратить свою политику дестабилизации Балкан, создание там своих порядков, создание новых разделительных линий. И, как показывает история, появление Альянса на Балканах всегда сопровождается горем, гибелью людей, разрухой и военными преступлениями. Вот к вопросу об исторической преемственности. В этом году исполняется 200 лет со дня провозглашения одной из первых геополитических стратегий Вашингтона, так называемой доктрины Монро. Она остается одним из символов американского неоколониализма. Базирующаяся на вере в собственную исключительность, она идеологически обосновывает право США устанавливать свой миропорядок, основанный на правилах, навязывая другим странам чуждые ценности и не заводя буквально до положения бесправных сателлитов. Как известно, 2 декабря 1823 года пятый президент США Джеймс Монро в своем междугодном послании Конгрессу призвал не допустить вмешательства европейских держав в дела молодых государств западного полушария. В тех конкретных исторических условиях документ апеллировал к панамериканской солидарности. В частности, молодые южноамериканские республики были названы южными братьями США. Ну, вроде бы, все звучит неплохо. Теперь приведу одну цитату. Цитата из доктрины Монро. «Любое вмешательство европейской державы в правительство, которые провозгласили свою независимость и сохранили ее, и независимость, которых мы, руководствуясь глубокими соображениями и справедливыми принципами, признали, мы не могли бы рассматривать ни в каком ином свете, кроме как проявление недружественного отношения к Соединенным Штатам». Однако уже тогда в доктрине содержались идеи, которые служат основанием и прикрытием для захвата американцами под предлогами распространения, как они уже тогда формулировали, демократических ценностей огромных земель. Опираясь на присвоение себе права распоряжаться в новом свете, но опять та самая исключительность, США аннексировали по итогам Американо-Мексиканской войны 1846-1848 годов более половины территорий тогдашней Мексики, включая Техас и Калифорнию. В дальнейшем подмяли под себя Кубу остатки испанских колониальных владений, регулярно вторгались и меняли неугодные режимы, неугодные им режимы, проводили политику дипломатии и канонерок большой дубинки, открыто провозглашенную президентом Теодором Рузвельтом 6 декабря 1904 года. Он объявил законным и оправданным вмешательством США во внутренние дела стран Латинской Америки, если они, прямая цитата, не будут способны самостоятельно справиться со своими проблемами или же будут предпринимать действия, которые могут привести к вовлечению европейских государств политические процессы на американском континенте. Конец цитаты. Но с окончания Первой мировой войны президент США Вудро Вильсон предложил принять доктрину Монро в качестве доктрины для всего мира, это прямая цитата. Ну а это уже как раз и была та самая претензия Америки на мировое господство. В новых геополитических реалиях, когда гегемония США наталкивается на противодействие мирового большинства, Россия и Китай успешно бросают ей вызов, Вашингтон продолжает цепляться за архаичную и нежизнеспособную ныне доктрину Монро, бытаясь выстроить блоковые структуры. Ну например, саммит демократии, AUKUS и многие другие форматы, существующие уже в реалиях или только планирующиеся на бумаге, смысл их один и тот же. Подчеркивание и реализация на практике вот этого мнимого превосходства США над всеми остальными. Все это нужно для сдерживания новых центров силы, для консервации обреченной однополярной модели. Американская геополитическая мысль, давно шагнув за границы западного полушария, оперирует такими концепциями, как либеральный интервенционализм, нет, извините, либеральный интервенционизм, соперничество великих держав и многое другое из их наработок. Причем самое удивительное, что они буквально жонглируют этими словами, придумывая все новые и новые. Сдержательная подоплека остается прежней. Распространение сфер национальных интересов США на весь мир и устранение любых самостоятельных игроков, любых конкурентов в любой сфере. Будь то Россия, Китай, формальные союзники США в виде Японии или Европейского Союза. Все, что мешает им, так сказать, идти по пути глобальной гегемонии, должно быть с точки зрения Вашингтона устранено. Но это не останавливает естественный ход истории, стремление народов к более справедливому, многополярному мироустройству на основе принципов равенства, взаимоуважительного диалога государств, уважения и сохранения различных цивилизаций, религий и культур. Теперь о хорошем. Российская компания «Паратай» подготовила программу по созданию шрифтов и расклада компьютерной клавиатуры на основе расширенной кириллицы из 179 знаков для более чем 150 языков. Это языки, диалекты, языки коренных малочисленных народов, национальных меньшинств Российской Федерации. Библиотека многоязычных шрифтов компания «Паратай» является частью нашего вклада в реализацию целей международного десятилетия языков коренных народов ООН и действенным механизмом, способствующим цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов, изучению, сохранению языков, а также книгопечатанию на редких языках. Одной из особенностей расширенной кириллицы является поддержка языков коренных народов даже в тех случаях, когда некоторые алфавитные знаки не включены в Юникод, это стандарт кодирования знаков, включающий в себя почти все письменные языки народов мира. Значительная часть указанных «Паратай» продуктов уже находится в свободном доступе, и ссылка на более детальную информацию по этой программе будет доступна в тексте брифингов. Естественно, мы проинформируем соответствующие международные организации на этот счет. Анонс 7 декабря в Нижнем Новгороде состоится международный форум «Народная дипломатия как инструмент мягкой силы в развитии международного сотрудничества». Организатором мероприятия выступает правительство Нижегородской области. Цель мероприятия – обсуждение использования народной дипломатии как способа установления и развития международных связей в условиях изменяющейся геополитической ситуации. В форуме примут участие представители федеральных органов власти, российских загранучреждений, иностранных дипломатических миссий в России, субъектов Российской Федерации, ведущих российских и зарубежных вузов, а также специалисты в области международных отношений. С учетом того, что в 2023 году Нижний Новгород носит название «Молодежная столица России», большое значение будет уделено международному молодежному сотрудничеству. С видеопрощением к участникам мероприятий выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Еще несколько исторических тем. При двери ежегодно отмечаемого 10 декабря Дня прав человека в Общественной Палате нашей страны и в Российском университете дружбы народов имени Патрица Лумба при поддержке Министерства иностранных дел России состоялись конференции, приуроченные к 75-летней годовщине принятия всеобщей декларации прав человека. В работе форума, инициированного председателем Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеевым, 21 ноября от Министерства иностранных дел России принял участие заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Вершинин. В своем выступлении он подчеркнул, что всеобъемлющая декларация прав человека заложила универсальные стандарты в области поощрения и защиты прав человека и основных свобод, а также оказала определяющее влияние развития международного мира. Мы, безусловно, разместим ссылку на текст выступления в тексте брифинга. Хотел бы также сказать, что в ходе конференции в РДН 23 ноября в приветственном слове министр иностранных дел России Сергея Лаврова было особо подчеркнуто, что всеобщая декларация прав человека сохраняет свою актуальность и в нынешний период. И принимая данный документ после окончания самой кровопролитной и разрушительной в истории человечества мировой войны, государственные члены ООН стремились укрепить уважение к достоинству личности и возродить ее ценности. С приветствием гостям и участниками мероприятия обратились уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии, верховенства прав, директор департамента межгосударственного сотрудничества и права человека МИД России Григорий Лукьянцев, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Скалькова, председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и права человека Валерий Фадеев, уполномоченный при Президенте нашей страны по правам ребенка Мария Львова-Белова, спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довг В конференциях приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, правозащитных структурно-научного и экспертного сообщества, а также дипломатический корпус в Москве. И состоялась продуктивная дискуссия по широкому спектру международной правозащитной повестки дня. И еще две исторические даты. Как вы знаете, в декабре 1941 года Красная армия смогла остановить продвижение противника и взять инициативу в свои руки. Советскому командованию удалось скрыто сосредоточить в районе Москвы стратегические резервы. На линии фронта были развернуты внушительные силы. Около 1 миллиона 100 тысяч человек, более 750 тысяч орудий, 774 танка, 1 тысяча самолетов. Переброшенные из Сибири и Дальнего Востока армейские соединения были полностью укомплектованы. Хорошо вооружены, имели теплое обмундирование. Им противостояли немецкие войска численностью до 1 миллиона 700 тысяч человек. Утром 5 декабря войска Калининского, командующий генерал-полковник Иван Куонев, западного генерала армии Георгий Жуков, юго-западного маршала Семен Тимошенко и брянского генерал-полковник Яков Червиченко фронтов в суровых зимних условиях начали совместное наступление. За 11 дней боев, несмотря на отчаянное сопротивление противника Красная армия, смогла разгромить ударную группировку армий Центр и продвинуться по всей линии соприкосновения на 65-120 километров. И к началу января 1942 года немцы были отброшены от Москвы уже на 100-250 километров. Освобождены Московская, Тульская, Рязанская области. В ходе контрнаступления под Москвой советским войскам удалось развеять миф о непобедимости армии Вермахта и навсегда похоронить идею Блицкрига. Я напомню, с 1995 года, 5 декабря, отмечается в нашей стране официально, как День воинской славы. И историческая дата в международных отношениях, 1 декабря в Центральной Африканской Республике, отмечается национальный праздник, День проглашения Республики. Случилось это в 1958 году. Между Россией и ЦАР исторически сложились дружественные и теплые отношения. Основы им закладывались в 60-х годов прошлого столетия. Я уверена, что все помнят о сотрудничестве в первое десятилетие независимости Республики, когда ЦАР одновременно работал до 150 советских специалистов в области медицины, сельского хозяйства, геологии, образования и спорта. Мы рассматриваем эту страну в качестве перспективного партнера России на Африканском континенте. Между нами на различных уровнях регулярно поддерживается доверительный и содержательный политический диалог. Во многом со схожих позиций мы смотрим на актуальные проблемы современного мира. Это в очередной раз подтвердило встречу президента нашей страны с президентом ЦАР в Санкт-Петербурге в июле текущего года в рамках мероприятий второго саммита России-Африка. Напомню, тогда были намечены дальнейшие шаги по углублению всестороннего российско-центрально-африканского партнерства. Предыдущие контакты на высшем уровне состоялись в Сочи в октябре 2019 года на полях первого саммита России-Африка. В ноябре 2021 и ноябре 2022 лидеры России-ЦАР общались по телефону, проводили телефонные переговоры. Россия продолжает оказывать всестороннюю поддержку этой стране в вопросах укрепления безопасности, подготовки кадров для национальной армии и правоохранительных структур. Эта помощь была особенно востребована в наиболее трудный период в конце 20-го и начале 21-го годов, когда центрально-африканцам пришлось противостоять прямой угрозе вооруженного захвата власти в государстве деструктивными внутренними силами при поддержке извне. Мы содействуем ЦАР в гуманитарной сфере. В 2023 году в рамках добровольного целевого взноса Российской Федерации в фонд Всемирной продовольственной программы ООН был выделен 2,5 миллиона долларов на финансирование расходов, которые были связаны с оказанием банки необходимой помощи. Принимая во внимание дружеский характер отношений и растущий интерес центрально-африканцев к получению высшего образования в России, было увеличено количество стипендий на обучение центрально-африканских студентов в период 2023-2024 учебных годов с 8 до 75 мест. И эта практика планируется, что будет продолжена. И нужно это для подготовки гражданских кадров. С удовлетворением отмечаем, что уже несколько лет в банке действует российский культурный центр «Русский дом», в котором функционируют курсы русского языка. Проводятся культурные мероприятия, которые позволяют центрально-африканцам лучше узнать историю культуры России. Состоявшийся в ЦАР 30 июля 2023 года конституционный референдум, в ходе которого 95% избирателей проголосовали за проект нового основного закона, свидетельствует о широкой народной поддержке политического курса президента страны. Поздравляем наших центрально-африканских друзей с национальным праздником, выражаем уверенность, что отношения между нашими странами продолжат и далее укрепляться на благо народов наших государств. Желаем центрально-африканских друзей дальнейших успехов, достижения поставленных целей, процветания и благополучия. Я готова ответить на ваши вопросы. С нами ли международная жизнь? Здравствуйте. Да, друзья. Вы могли прокомментировать заявление кинсека НАТО Столтенберга, потому что главной задачей альянса на данный момент является недопущение конфронтации с Россией. Кстати, мне кажется, вам стоило бы также адресовать этот вопрос туда, в Брюссель, потому что понять, что он хочет сказать, сложно. Если он говорит о том, что формально они не хотят втягиваться в конфликт, ну я не знаю, возможно, это важно для них, как это все называется. Мы прекрасно понимаем, насколько НАТО вовлечена, но то, что буквально недавно состоялась встреча генсекретаря НАТО с министрами стран Европейского Союза для координации поставки вооружений к киевскому режиму, говорит само за себя. Я просто хотел бы сказать, что НАТО продолжает накачивать киевский режим всеми возможными видами вооружений, военной техникой, постоянно усиливает свое присутствие на восточном фланге, развивает свою военную инфраструктуру, наращивает масштабы учений со сценариями, отражение, как они говорят, агрессии со стороны России, задействуется весь имеющийся у коллективного Запада инструментарий для сдерживания нашей страны. И происходит это, невзирая на множащиеся социальные проблемы, набирающие обороты экономический кризис в Европе, все больше и все интенсивнее. Но это путь НАТО, это путь, который они сами выбрали. Другое дело, что не все. Как мы прекрасно понимаем, многие решения принимаются внутри этого альянса за тех, кто даже об этих решениях и не догадывается. Был вариант совместного диалога, выстраивания, работая по таким темам, как международная безопасность, стратегическая стабильность и так далее. Но, как вы видите, для Североатлантического Союза это был не приоритет отношения с Россией. Они пошли на конфронтацию, и за почти 75-летний период, видимо, там так и не уяснили, что стабильность и процветание на европейском континенте это все-таки коллективная задача. И достичь ее можно исключительно через созидательную повестку, через равноправие, через взаимный учет интересов, через взаимное уважение. В основе всего этого также лежит принцип неделимости безопасности. Поэтому, что он хотел сказать, мне кажется, лучше уточнять штабоватерината. Спасибо большое. Еще один вопрос. В статье для Вашингтон-Пост 18 ноября президент США Жабанин высказался в пользу двугосударственного решения Палестино-Израильского конфликта. Как бы вы это заявление могли прокомментировать? Вы знаете, действительно мы обратили внимание на то, что заявление президента США, о котором вы говорите, было сделано, а означает оно фактическое признание того факта, что наша позиция, наша исконная позиция, которой мы придерживались и которой мы как раз продвигали в международных делах, применительно к регулированию Палестино-Израильского конфликта, единственно правильная. Мы всегда исходили с того, что реализация, одобренная международными решениями двугосударственной формулы, а она подразумевает создание палестинского государства в границе 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, представляет собой самый надежный путь к обеспечению гарантии безопасности из израильтян и палестинцев, а также к долгосрочной и прочной стабилизации ситуации на всем Ближнем Востоке. А статья Байдена является очередным подтверждением, я имею в виду именно этот пассаж, является очередным подтверждением нежизнеспособности военного варианта урегулирования самого застарелого конфликта в мире. В то же время американский лидер не упомянул, когда и каким образом США будут добиваться выполнения указанной задачи на практике, особенно с учетом того, что именно попытки США монополизировать палестинно-израильский переговорный процесс в последние десятилетия и блокирование именно штатами деятельности Ближневосточного квартета, международных посредников в составе США, ЕС, ООН, ну, конечно, и России, завели этот процесс в нынешнее трагическое состояние. Я просто хотел сказать, что, в принципе, концепция двугосударственного устройства, она звучала в Штатах раньше, на официальном уровне, только вопрос, опять же, упирается в то, что она никогда не была ими активно реализована или стимулирована к реализации. Ну, наверное, нет необходимости говорить о явных расхождениях между словом и делом во внешней политике США, это уже признанный факт, они называют это все еще, помимо всего, противодемократии, говоря о том, что приходят разные силы, которые проводят разные политические курсы. Возникает вопрос о том, насколько последовательная установка на осуществление двугосударственного сценария будет поддерживаться последующими администрациями США. Исторические примеры, в том числе в контексте ближневосточного урегулирования и, например, ядерной сделки с Ираном, свидетельствуют о том, что курс США легко меняется на 180 градусов, и зависит это исключительно от их собственных конъюнктурных интересов, ну и, возможно, еще субъективных настроений в американских правящих кругах. Поэтому мы последовательно и призываем к формированию коллективного механизма посредничества в сфере ближневосточного урегулирования с активным региональным участием. Об этом говорил Сергей Викторович Лавров, министр национального дела России, на встрече с представителями ближневосточного региона, региональных структур Индонезии, которые недавно посетили Москву. С нашей точки зрения, подобный коллективный механизм поможет палестинцам и израильтянам наладить устойчивый конструктивный диалог, выйти на справедливые и всеобъемлющие решения вопросов окончательного статуса. Ну и, в общем, только это позволит прерывать замкнутый круг насилия. Если вы спрашиваете, является ли это повторением квартета, речь идет о том, что в квартете не участвовали региональные игроки. Без них, как вы понимаете, решение этих вопросов буквально невозможно. С нами Лейпортал Ньюс.ру. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. У нас три вопроса. Первый вопрос. Помощник президента Ушаков сообщил, что в Кремле получили сигнал, что премьер-министр Армении Николай Пашинян приедет в Санкт-Петербург на неформальный предновогодний саммит СНГ, формальное заседание АЕС в следующем месяце. Как вы думаете, это вызывает надежду, что Валич наконец-то приедет? Ой, мне кажется, тут надо все-таки исходить не из надежд, а из конкретных фактов и формировать позицию, конечно, исходя из реальности. Поэтому я считаю, что все-таки давайте дождемся конкретных действий, и тогда и будем их комментировать. Спасибо. Второй вопрос. Партия Герта Вилдерса выиграла внеочередные парламентские выборы в Нидерландах. Политик считается синтезантом Москвы и противником Киева. В частности, он выступает против того, чтобы украина вступала в НАТО. Западные СМИ пишут, что европейскую политику ожидает кошмар. Считает ли в Москве приход Вилдерса к власти сигналом для налаживания отношений с этой страной? Вы знаете, мне кажется, мы всегда говорим о том, что, во-первых, не даем оценку результатам выборов в различных странах с точки зрения предпочтений народа этой страны. Это дело людей, проживающих в том или ином государстве, кого избирать, за что голосовать. Это очень важный момент, и он полностью, я считаю, укладывается и в нынешнюю ситуацию, которую вы спрашиваете. Что касается прогнозов относительно выстраивания новым нидерландским правительством отношений с Россией и потенциального влияния нового политического лидера в этой стране на развитие тусторонних отношений, я считаю, что говорить, опять же, можно будет только после конкретных шагов, по итогам выборов, только предстоит сформировать им и правящую коалицию, и, в общем, приступить к работе. Правящая коалиция будет определять ключевые направления нидерландской внутренней и внешней политики, поэтому будем опираться на конкретные дела для выстраивания своей оценки. Сейчас там только все в стадии формирования. Спасибо вам большое. И последний вопрос. Как бы вы объяснили тот факт, что делегация ХАМАС во время визита в Москве еще 26 октября обещала освободить россиян, а реально первого российского заложника освободили только через месяц, 26 ноября вместе с ними пленными. Могло ли это быть связано с военными действиями, партировками, то есть технической невозможностью? Вы знаете, я прекрасно понимаю, что всегда хочется большего. Но я считаю, было бы крайне важно все-таки справедливо оценивать ту работу, которая ведется. А то, знаете, такое впечатление, что доминирует принцип плохие, хорошие новости плохо продаются. Я рассказываю о той уникальной работе, которая проделана российской стороной по вывозу сотен граждан России и членов семьи граждан России из сектора газа. Это масштабнейшая работа. Я говорю о том, как оказывается содействие гражданам России, которые постоянно проживают в Израиле, и их родственникам, которые хотят покинуть временно или постоянно это государство в связи обострением. Хочется, чтобы на это тоже обращали внимание. И я считаю, что выход одного заложника должен рассматриваться не с точки зрения всего лишь один, а с точки зрения оценки фантастических масштабных усилий, которые Российская Федерация приложила с самого начала эскалации этой ситуации к началу работы по освобождению всех заложников. Мы работали не только по гражданам нашей страны, это подчеркивало руководство Министерства иностранных дел неоднократно. Мы, я имею в виду российские представители, и в регионе, и в Москве проводили переговоры и со странами региона, и с политическими силами, в частности с Хамас, относительно судьбы заложников, которые представляют разные страны, все страны. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, все-таки это то, что было сделано в дополнение к списку, который был согласован. Российского гражданина, постоянно проживающего в Израиле, освободили не вместе с другими пленами, а вне рамок соглашения между Израилем и Хамас об обмене удерживаемых в секторе газозаложников на палестинских заключенных. И мы об этом уже сообщали. Я не могу вдаваться в детали.